Его называют «железным генералом». Он олицетворяет собой новое поколение украинских офицеров. 49-летний Валерий Федорович Залужный стал для нашей страны и всего мира лицом войны Украины с РФ. Он один из многих украинцев, благодаря которым ВСУ удается противостоять превосходящей армии врага. Для офицера это дело чести. Если он становится офицером, если он настоящий, он будет идти до конца. Даже если будут давать хлеб и воду, он будет служить. Он избегает публичности и редко дает интервью. Но это не помешало ему войти в перечень 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году, по версии редакции издания «The Time». Влиятельный американский журнал даже поместил главнокомандующего ВСУ на свою обложку и выпустил о нем обширный материал. Вот что авторитетное западное издание написало о Залужном. У Залужного в войне видная роль. Он был частью украинского командования, потратившего годы на превращение вооруженных сил страны из неуклюжей советской модели в современную боевую силу. Закаленный годами сражений с Россией на Восточном фронте, он был одним из представителей нового поколения украинских лидеров. Он взялся руководить армией Украины в тяжелейшей и судьбоносной для нее войне. Благодаря своей гибкости и особому складу ума, Залужный зарекомендовал себя чудесным тактикам и стратегам, что и доказал во время блестящего сентябрьского контрнаступления ВСУ. Валерий Залужный один из многих украинцев, ответственных за мужество и прогресс украинской армии. Но он стал вторым лицом войны после президента Владимира Зеленского и может сыграть выдающуюся роль в истории этой войны. Несмотря на практически молниеносную военную карьеру, Залужный остался простым человеком. Когда Валерий Федорович может позволить себе не надевать форму, он предпочитает футболки и шорты. Много острит и всегда становится душой любой компании. Любят его и в народе. Интернет пестрит сотнями мемов и анекдотов о беспреувеличении национальном герое Украины. Горжусь тем, что я завел в себе очень мало врагов. Хотя есть несколько людей, очень уважаемых, взгляды с которыми у нас разошлись довольно кардинально. Как раз сейчас российские пропагандисты разгоняют информацию о серьезных противоречиях между главнокомандующим и президентом. И хотя у Залужного и Зеленского бывают разные взгляды на некоторые вещи, субординация, война и общий враг всегда остаются выше любых амбиций. Те, кто утверждает, что между Залужным и Зеленским существует вражда, лгут, желая дискредитировать украинскую власть и тем самым ослабить ее. Коллеги-офицеры Залужного в один голос говорят, лучше быть другом главнокомандующего, чем его врагом. С последними Валерий Федорович не церемонится ни в общении, ни на поле боя. Валерий Залужный очень грамотный и требовательный командир. И лучше быть его другом, чем врагом. В обычной жизни это достаточно доброжелательный человек, который всегда выслушивает. Это один из немногих командиров, который прислушивается к мнению не только командиров, но и к словам простых солдат. Если выполняешь все своевременно, будешь хорошим другом генерала Залужного. А если нет, то держись. Авторитет главнокомандующего вооруженных сил Украины настолько велик, что даже противник вынужден признать его талант. За поребриком фамилия Залужного заставляет мигом проступить пот на лбах престарелых кремлевских генералов. Ну надо признать, что Залужный талантливый начальник. Ну это надо признать. Это вот просто не обязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик. Вот в смысле военного дела он интересные комбинации-то придумывает. Вот и сказать надо это признать. Именно благодаря тактике 49-летнего генерала Украина смогла перехватить инициативу и добиться перелома в этой войне с оккупантами. Главком на сегодняшний день, на мой взгляд, на своем месте, и он соответствует своей должности. Несмотря на это, за свое место в ВСУ Залужный не держится. Как только война с Россией закончится капитуляцией РФ, генерал готов уступить свое место более молодым и талантливым военно-начальникам. Сам же хочет вернуться в спокойной мирной жизни, сменив китель на любимые шорты и футболку. У меня была когда-то такая мечта закончить свою деятельность в какой-то школе тихим, спокойным преподавателем. Но сделает он это не раньше, чем с нашей земли уберется последний российский захватчик. И судя по новостям с передовой, ВСУ делает все, чтобы осуществить мечту Залужного как можно скорее. Хотели бы вы танком проехаться по Красной площади? Наверное, да. По-честному, да. С флагами, с музыкой? Да. Да. И по Арбату тоже.